Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем вечер на седьмом, работаем в прямом эфире. Появляются новые подробности в трагедии в Княжичах, Бравужской район, Киевская область. Генпрокуратура допросит начальника столичной полиции. По данным ГПУ, начальник столичного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко давал добро на применение спецподразделения Корт в операции под Киевом. Напомню, что тогда в этой спецоперации погибли пять сотрудников национальной полиции. Версий очень много. Дождемся итогов официального расследования. 25 человек отстранили от службы и досудебное расследование проводится по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины убийства. Много информации сегодня. Насколько мне известно, в эти минуты производится эвакуация персонала на стадионе Черноморца. Там обнаружен подозрительный предмет. Я думаю, что в новостях мы об этом сообщим чуть позже. Покажем видео. Вполне вероятно, в прямом эфире поговорим о настроениях болельщиков Ультрас и всех, кто причастен к футболу, о предстоящем матче Манчестера Юнайтеда и Зари. Но сейчас в этом эфире мы будем говорить об предварительных итогах сессии Одесского городского совета, которая состоялась буквально несколько часов назад. Она закончилась. У меня в студии Алексей Черный, детский общественный активист и депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов. Здравствуйте. Я, конечно, все-таки начну с того, как его назвали одесситы утренника, выступления молодых чиновников и подрастающего поколения одесситов, которые поздравили депутатов, в том числе депутатов городского совета с Днем местного самоуправления. Не будем на этом подробно останавливаться, но все-таки эмоции, когда вы это увидели. Потому что комментарии в социальных сетях очень разнообразны. Добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, действительно, в первую очередь хотелось бы поздравить коллег с праздником. Каждый делает по-своему все, что может в части местного самоуправления. Но то, что если говорить о том, что касается конкретно утренника, то есть такое мнение у одесситов, в первую очередь, я вычитал его в социальных сетях, о том, что все-таки сложные взаимоотношения между столь юными детьми и все-таки муниципалитетом. Потому что одна из женщин, кажется, Ирина прокомментировала, что мне кажется, что детям не нужно сегодня знать, где именно был мэр города в то время, когда в городе что-то происходило в какое-то определенное сложное время. Или, например, о каких-то других подробностях, о каких-то офшорных вещах или еще о чем-то. Мне кажется, нужно заниматься просто воспитанием. Они, конечно, выглядели очень ярко, но эффект такой, мягко говоря, подлизывания там все-таки присутствовал. Я бы сказал, что эти дети, у них серьезное будущее, они артисты, многие из них, скорее всего, даже, возможно, будут чиновниками. Но надо все-таки... Но все-таки, вы знаете, у вас в прерыв, мне хотелось бы, чтобы, если они будут чиновниками, все-таки выступали не на корпоративах по дню местного самоуправления, уже повзрослев, а, наверное, выполняли свою работу, то, о чем вы говорите. Понимаете, сложность в том, что люди, которые им ставили это выступление, это все-таки выглядело, как хвалебная ода. Это было занимательно, это было замечательно, это было бы круто. Но все это зависело только от актеровского состава. Само, мне кажется, выступление, оно было направлено немножко на другую. Давайте непосредственно уже к сессии дали. Я коротко прокомментировал, я достаточно давно хожу на сессии, у меня складывается впечатление, что чем дальше... Ну, вы скажете, на утреннике. Да, и чем дальше, тем больше это превращается в кое-то шоу. Геннадий Леонидович все дольше берет паузу перед началом рассмотрения вопросов. Сегодня был повод, праздник. Очень долго. И потом, зато не хватает времени на обсуждение вопросов. Давайте мы тоже не будем тратить время на утреннике, на его обсуждение. А я процитирую директора муниципального департамента финансов Светлану Бедрегу. Общаясь с журналистами, она заявила в частности, что в Одессе сложилась критическая ситуация с субвенциями, по льготам и субсидиям на оплату услуг. О чем говорила главный финансист города? Действительно, такая сложная финансовая ситуация. И речь шла, насколько мне известно, там еще 600 каких-то миллионов всплывали по ходу сессии. По-разному комментируют. Вы, как депутат, несите ясность в этот вопрос. Ну, смотрите. Надо понимать, что очередной бюджет, очередной бюджетный год закрывается, в следующем нужно открыть. И в очередной раз документ не соответствует действительности. Называют эти вещи по-разному, говорят о том, что там он занижен, завышен. Люди на самом деле не понимают. На самом деле все просто. Документ, который фактически предлагают принять, он просто не соответствует тому, как живет в реальности, ну, в частности, наш город. Потому что если бы он был расписан так, как полагалось бы, то у нас не было бы сегодня 500-600 миллионов гривен в переизбытке. И мы не слышали бы каждый месяц, что городской совет получил перевыполнение 100-200 миллионов гривен. То есть, в принципе, он был бы четко расписан. Делать это для того, чтобы была возможность в любой момент перенаправить деньги только по своим личным нужным. Только для этого, потому что никакая комиссия не в состоянии будет подпихнуть свой какой-то проект решения, а только, извините, иногда это навязанные кем-то вещи, и не получается все заблокировать. Как, в частности, покупка того же краяна, как, в частности, покупка того же кладбища. То есть, так громаднейшие деньги, которые просто сегодня мы имели возможность перераспределить на свое усмотрение, благодаря тому, что в 2015 году, так же, как и в 2016 году, принимался бюджет по одной и той же технологии. Конкретно по заниженным программам. Мы сегодня говорим, в том числе, о принятии бюджета Одессы на 2017 год. Его утвердили. Сейчас посмотрим, согласно итогам интерактива, насколько одесситам интересно то, что обсуждают на сессиях городского совета. Интерактив вы видите на своих экранах. Принимайте активное участие в голосовании. В конце программы подведем итоги. Итак, Богдан, если говорить, Алексей, к вам чуть позже, да, вы будете говорить о стоянках. Если говорить о бюджете Одессы на 2017 год, всегда было принято говорить, принято, слово принято, очень много, да, хорошо, утвержден вовремя, он социально направлен, у нас сложности с его выполнением, наполнением и так далее. Сегодня вот эти слова, они как-то каким-то образом характеристики изменились или все так же, как и было? Все равно им тоже... Основные какие-то моменты можно перечислить? Очень большие деньги перенаправляются на дорожное хозяйство. Очень большие деньги на КПДАТКИ. Другое дело, что департаменты не в состоянии их осваивать. Насколько мне известно, что у нас недовыполнение, там порядка 400 миллионов людей на сегодняшний день, вот департаменты не в состоянии освоить, никто не знает, как это все-таки будет происходить. Буквально до нового года, до закрытия финансового года осталось мало времени, а очень большие средства не освоены именно, потому что бюджет... При этом еще не работает коммунистерство, которое положили хакеры в том числе, да? В том числе, да, есть объективные какие-то обстоятельства этому, но тем не менее, в любом случае, год финансовый нужно закрывать. А не способствует этому именно вот то, что мы не подходим к формированию самого бюджета, вот к самого документа с тем вниманием, с которым мы должны были все-таки подходить. Сегодня мы говорим о том, что мы увеличиваем дотации, мы в основном, может быть, проиндексируем какие-то вещи социально направленные. В частности, сегодня было предложение нашего коллеги, председателя комиссии по социальной политике и труда, чтобы мы увеличили помощь одесситам без собирания всех там справочек, максимальная помощь, которую мог себе позволить выделить попечительский совет, это было 13 тысяч гривен. Сегодня, когда мы понимаем, что эти 13 тысяч гривен, например, если ты обращаешься, там, такая операция тебе нужна, или, может быть, просто в какую-то там больницу, ты понимаешь, что это 500 долларов, и оно уже, в общем-то, иногда не хватает для того, чтобы обеспечить потребность в этих деньгах, их нужно не индексировать. То есть есть предложение увеличить это там до 20, до 25, до 15, да? И в основном это просто приблизительно такие вещи. Другое дело, что в какой-то части эти программы будут выполняться, а в какой-то они будут просто постоянно вносить изменения в те программы, и это просто переходящие документы, которые просто как макулатура перекладывают с одного ящичка в другой, потому что в реальности программы, а, департаменты не выполняют, все, в принципе, во многом контролируется в ручном режиме, есть сегодня определенная сумма, ее нужно быстро освоить, и только тот департамент эту сумму осваивает, который в состоянии себе позволит это сделать. Потому что в основном, еще раз повторюсь, департаменты просто недоосваивают деньги, и потом их просто сливают куда-то на какие-то большие, там, покупку недвижимости, и там, еще чего-то, еще чего-то. Это стандартные вещи. Хорошо, что один со мной зарабатывает, другое дело, как эффективно мы этими деньгами рассмотрим. Ну, вот это, на мой взгляд, и есть ключевой момент, действительно. Зарабатывать-то можно, да, вот как тратить, и на что самое главное, да, приоритетные моменты. Я думаю, что с этим проблемы сегодня нет. Рассочительство присутствует, конечно же. Сессия городского совета, депутаты одесские, они готовы за этим, чуть не сказал, следить? Хорошо, это контролируют. Да, контролируют не так, чтобы переходило в другие карманы, а оставалось в громаде, или сегодня об этом не принято говорить? Ну, я не думаю, что мне нужно это комментировать. Каждый депутат по-своему ведет себя в городском совете. У кого-то есть время, кто-то вникает в какие-то проблемы, кто-то не вникает, кто-то вникает и молчит, и голосует за. Кто-то не вникает, голосует за, кто-то не голосует против. То есть у каждого своя манера поведения. Мне кажется, что, конечно же, большинству коллег стоило бы поменять, возможно, и риторику, и, может быть, подход к своей деятельности. Но это все-таки время все растает. Вы знаете, если бы сейчас я сформулировал ваше высказывание как досрочный выбор Одесского городского совета, то, наверное, телезрители бы проголосовали, если не 100%, то за эти месяцы, за эти годы уже убедились, что... Каждый депутат, это человек. У него в первую очередь есть своя совесть, и для того, чтобы она оставалась чистой, для того, чтобы через год, через два тебе не вспомнили вещи, за которые ты сегодня проголосовал, нужно все-таки относиться более тщательно к тем решениям или обдумыванием перед принятием тех или иных решений. Ну и, как минимум, иногда вникать хотя бы, потому что иногда за нас чужие люди делают работу, как сейчас институт Алексей, и нам достаточно иногда просто пройти по ссылочке, прочитать, проанализировать и принять уже взвешенные решения, имея информацию. Нам даже не нужно ее искать. За нас во многом люди, общественники делают эти вещи. Обращаемся к общественникам. Буквально сутки назад Алексей Черный на своей странице в Facebook написал о том, что на сессию Одесского городского совета выносится проект решения 8.4. Звучится так, про надоня пель к стоянкам. Вы проделали большую работу. Я видел этот материал антикоррупционный, о котором вы говорите. Там еще и политический момент тоже присутствует. Что в итоге, какое решение приняла сессия? 45 человек проголосовало за то, чтобы предоставить льготы стоянкам. Это обернется недополучением бюджета города Одессы в 89 миллионов. Из этих 89 миллионов, 41 миллион, останется всего трех организаций, которые контролируют 61 стоянку. И за всеми этими организациями стоит депутат, бывший депутат городского совета Сергей Кушнир, который уже с 2012 года, по-моему, возглавляет городскую ячейку партии Родины и до сих пор является действующим активистом их. То есть городской совет, во-первых, лишил бюджет наполнения, а во-вторых, прямо профинансировал сепаратистов. Не надо в Одессе никому рассказывать, что из себя представлял Марков и чем заключалась его деятельность в Одессе, в том числе и деятельность его коллег. И Сергея Кушнира, который при поддержке Маркова и колотил свою вот эту парковочную мафию, и до сих пор эти все структуры на него дальше работают, приносят ему деньги. Один из лидеров Родины, один из коллег Кушнира сейчас на Востоке воюет против Украины. Это, я говорю, у него позывной сват, бывший депутат. Это Вадим Савенко. Да, Вадим Савенко. Он прямо говорит о том, что он убивает солдат. Бывший офицер спецназа. Человек, который взял на себя расстрел катеров украинских военных под Мариуполь. То есть вот таких людей Одесский городской совет финансирует. И что особенно обидно, 45 человек проголосовало за, всего один человек проголосовал против, все остальные воздержались и никто не выступил. Хотя мы всем депутатам в руки дали информацию четко, кто за кем стоит. Вот она у меня есть, как бы первоисточники. Вот два листа стоянок, которые контролируют Кушнир. И причем, чтобы их, чтобы в этом разобраться, не надо быть там семипядей во лбу. Достаточно зайти по ссылочке на единый реестр и посмотреть, кто является основателем. Кушнир Сергея Александрович. Кушнир Сергея Александрович. То есть это не там не оформлено на бабушку, на дедушку. Это оформлено прямо на него. И я говорил об этом Геннадию Труханову прямо перед началом сессии. Он сказал, что он об этом ничего не знает. Хотя у нас есть эта информация о том, что они все давно знают. Мы всю эту информацию давно передавали в городской области. Да, тогда вопрос к вам. Вы сказали, вы отметили, что такие общественники, как Алексей, выполняют большую работу, помогают депутатам в том числе, и подавая вот такую информацию, излагая ее, да. И прослеживаются действительно в этих документах путь. Но там сложно не проследить. В итоге проголосовали так, как проголосовали. Что дальше? Риторический вопрос, но ответ какой у вас личный? Ну, смотрите, вопрос со стоянками и с парковками поднимается в Одесском городском совете. При разных созывах поднимался. Всегда поднимался. Я не знаю, что всегда. Я не следил всегда за историей пятого созыва. Ну, условно, шестого, какой-то части, допустим, следил. Смысл в том, что, повторюсь, сегодня у каждого депутата свой мотив для того, чтобы нажать на одну из трех кнопок. Я видел, как Алексей разговаривал с Еленой Фокиной. Я знаю, что Елена Фокина, коллега депутат городского совета, которая возглавляет комиссию по транспорту, у нее есть тоже свое видение по этому поводу. Она хочет произвести инвентаризацию этого всего дела. Я думаю, что это правильно. Мы не можем, не знаю, там, на одну и ту же кучу постоянно складывать, складывать, складывать. Рано или поздно она завалится. У нас есть проблемы с этими стоянками. И сколько мы о них говорим, это все тянется, но никто никак не решится просто взять и сказать, эх, а давайте-ка действительно все обнулим и заново просто проведем эту инвентаризацию. В том числе мы посмотрим, на каком основании предоставляются эти льготы. В том числе мы посмотрим, насколько увеличились или уменьшились территории. У нас законодательство менялось так, что у нас даже само паркоместо увеличилось в своем масштабе. Там, кажется, с 10 метров, там что-то стало с 12, там уже 12.75, там какие-то цифры есть. То есть в зависимости от этого нужны схемы эти все пересмотреть. Смысл в том, что сегодня у каждого своя была мотивация для того, чтобы сказать что-то или промолчать, или нажать, там, не знаю. Я воздержался лично. Объясню почему. Потому что представитель бюджетной комиссии, моя коллега по фракции, и задавать как будто бы человеку вопрос, что происходило у него на комиссии, ну, как будто бы это не зона моей ответственности. Я вхожу в комиссию по архитектуре, за это я готов отвечать. Есть вещи, которые, конечно же, я успеваю сделать параллельно, да, допустим, но все-таки я пытаюсь советоваться с коллегами. Для того, чтобы изучить вопрос с коллегами, как он обстоит, мне нужно было бы пообщаться все-таки с Еленой Фокиной и с председателем бюджетной комиссии, ну, тет-а-тет. У меня просто времени не было это сделать. Мой мотив был понятен, да, условно. Но я, изучив, в принципе, достаточно емкую информацию, достаточно точную, я не рискнул проголосовать за. Я понимал, что есть смысл в этом материале. Поэтому это мое мнение, я его сегодня открыто заявляю, то есть оглашаю, мне это сделать не стыдно, я готов за него в любой момент отвечать. А что происходило на собрании комиссии? Может посмотреть любой дюсит. Наш представитель постоянно ходит на разные комиссии, все это снимает, снимает все эти видео. Например, на комиссии Елены Фокиной была озвучена информация о том, что из этих 172 стоянок, которые подаются на льготы, они выборочно проверили что-то около 40, и из них и приняли решение 22 стоянкам отказать. Потому что, во-первых, они захватили самовольно землю в 2-3 раза больше, чем та земля, за которую они платят. Во-вторых, они не заключают договора. Комиссия проголосовала, комиссия по транспорту, вынести на сессию поправку. А на сессию поправка не вышла, а вышла поправочка другая. Вышла поправочка убрать только 4 организации, 4 стоянки, которые все равно не пользуются этой льготой. То есть удивительным образом у нас испарилась поправка, за которую голосовала комиссия. А комиссия по бюджету просто в наглую протащила это все. Мой привет огромной вашей однопартийке Оксане. Потому что на комиссии не хватало голосов, чтобы вынести этот вопрос. И они сказали, да-да-да, мы обязательно до сессии с депутатом Звягином не хотел голосовать. Она сказала, хорошо, давайте проголосуем так, что мы сейчас просто опубликуем проект решения, а до сессии доработаем и увеличим им стоимость. Вы говорите о депутате городского совета Оксане Гончарпусе. Да, да, мой ей привет, потому что именно она протащила это решение через свою комиссию. В наглую протащила. То есть депутата не хотела, она их ломала через колесо больше двух часов. Сейчас, Алексей, я вам задам вопрос, такой же, как задавал Богдану. И что дальше, да? То есть я понимаю сейчас комментарии одесситов, которые смотрят наш эфир. Опять поговорили, а в итоге ВОЗ и ныне там. А что дальше? Дальше нужно разбираться в этом вопросе дальше. Теперь дадут парковки, мы будем следить. Сейчас дали льготу. Мы будем внимательно следить за тем, кто будет операторами этих стоянок в следующем году. Потому что у нас же, у чиновников есть еще выгодный бизнес. Они заключают договора с операторами на один год. В конце года они дают льготу на следующий год. А потом заключают договора. И я могу себе представить. То есть вот есть стояночка, в которой есть скидка 90%. Хочешь быть ее оператором? Давай решать вопрос. Потому что если ты не решишь вопрос, мы дадим эту стоянку другому оператору. Они сами решают. У них нет ни критериев, кому давать стоянки. Они не проводят ни одного конкурса на операторов стоянок. То есть стоянки даются тем операторам, кому они считают нужным. Вот они считают нужным дать это стоянкам кушнира. Дают. Если мы достаточно поднимем шум, они у кушнира, может быть, заберут, дадут кому-то другому. Кто занесет побольше денег за этот очень выгодный бизнес. Потому что в Одессе он самый дешевый в Украине. Мы делали запросы на 15 городов по ставке сбора. В Одессе самая низкая ставка сбора. И только в Одессе дают льготы операторам. Больше ни в одном городе не дают. Но льготы, кстати, я хочу сказать. Вопрос льгот относится не только в разделе стоянок, парковок. Сегодня у нас также есть льготы и на недвижимость, также есть на земельные участки. Сегодня мы предоставили льготы на земельные участки таким двум коммерческим предприятиям. Условно, издательство Черноморья, где находится Таврия. То есть, в принципе, мы Таврию предоставили льготу на землю. В течение года, кажется, они там что-то в районе полмиллиона гривен должны были занести. И это дворец спорта. Если дворец спорта имеет арендатора, который, в принципе, это коммерческое предприятие, если я могу еще представить себе, что это хоть как-то похоже на какой-то социальный проект, может быть, действительно будут детей обучать катанию. То есть, в принципе, здесь вопросов нет. Что нам Таврия, в принципе, даст? Бесплатный хлеб, хлеб одессе готовы раздавать. Не вопрос, я готов за это проголосовать. То есть, есть некий элемент расточительства вот в этих вот желаниях раздавать льготы. Желание раздавать льготы. Ты как будто бы, знаешь, хочешь работать в ноль, да, без преференций? Ну, работай, если хорошо. Но мы можем подумать, как тебе решить вопрос этой льготы. Потому что иногда закрадывается действительно доля сомнения. Почему? Одно предприятие получает льготы, другое, казалось бы, в общем-то, ничем не хуже предприятие, а, возможно, даже лучше и выгоднее и социально направленнее для одессов и одесситов. Ну, бегается эта льгота, никак не может ее получить. Также и стоянки выборочные получают все. Давайте вернемся буквально на несколько минут, у нас эфир уже заканчивается. Хотелось бы и о том, что вы предлагали пересмотреть решение по зонингу. В итоге отказались обсуждать эту тему депутаты. Я понимаю, почему. А вы, знаете? Ну, мне кажется, что каждый депутат знает, почему он отказался принимать этот зонинг. Вы уже 20 минут взываете к депутатской совести. Мне просто, вы знаете, я не говорю, что мне вас жалко. Нет, я скажу так, что иногда, я думаю, что депутаты поймут сейчас, о ком я говорю, иногда, когда мы приходим с моими помощниками, с членами комиссии, или просто с активистами на тот или иной объект, обычно, ну, необычно, в некоторых случаях мы встречаем помощников других депутатов. Это странно, конечно же, звучит, когда мой помощник приходит просто для того, чтобы просто посмотреть документы, стоит ли поднимать вопрос того или иного строительства, выходит депутат, не депутат, а помощник другого депутата, скажем так, от другой политической силы местной, и говорит, что все вопросы задавайте моему депутату. Мы пишем запросы, и потом это все заворачивается в большой ком. Смысл в том, что, мне кажется, каждый депутат знает, почему он сегодня поддерживает этот план зонирования территории, который регуляторная служба назвала, и регуляторным актом в том числе, мы сейчас не говорим о технической составляющей этого документа, там очень много вопросов, но если нет возможности его пока отменять именно по этой, части, и доработать, я думаю, что нам нужно обратить внимание, что городской совет как будто бы признал, что незаконно принятое решение, что подтверждает державная регуляторная служба, его полностью устраивает. И они готовы над предпринимателями, которые сегодня находятся вот в этой вот зоне риска, о которых уже сегодня больше ста, за полтора месяца буквально, подвешить дамоклов меч. Потому что сегодня эти люди осваивают территорию, вкладывают деньги, они сегодня, там сколько там, только шесть или семь многосекционных жилых домов. Сегодня на основании этого документа, плана зонирования территории, люди будут получать разрешительный документ, убежитая платформа. Они уже начинают вкладывать деньги, и завтра любой пострадавший, одессит, который себя сочет пострадавшим, обратится в суд, отменит зонинг, и никогда данное строительство не будет введено в эксплуатацию, пострадают другие люди, добросовестные покупатели этих квартир. И мы будем плодить вот этот вот инвесторский кризис, который у нас есть с недостроением. Ну, насколько мне известно, вы прямо заявляете о том, что это угроза инвестициям в строительство города. Я так и говорю, что постоянно говорили о том, что зонинг, план зонирования территории улучшит инвестиционный климат Одессы. Но если мы его принимаем в нарушение процедуры, мы фактически признаем, что для нас важнее наличие документа, а не то, насколько он является неоспоримым, насколько он является монолитным, насколько он является гарантированным для тех людей, которые будут осваивать свои деньги на нашей территории. Это же, гадалки не ходи, в первую очередь нужно об этом думать. Сегодня эта лазейка существует. На предыдущей сессии я разразил... Нет, на предыдущей сессии я сакцентировал внимание, что возможно, это регуляторный акт. Его так считает вся Украина, и только в Одессе мы не считаем его регуляторным актом. А у вас есть разъяснение по этому поводу? Мне говорят, есть. Есть разъяснение, успокойся, это не регуляторный акт. Что мы делаем? От имени народного депутата Украины даем запрос. Оказывается, мы получаем ответ, что регуляторная служба Украины обращалась в Одесский городской совет. Акцентировала уже раз внимание на том, что это регуляторный акт, принимайте его в соответствии с процедурой. Но на это были закрыты глаза, эта информация тщательно скрывалась. И когда сегодня у меня есть эта информация на руках, у меня действительно веские опасения, то есть я действительно переживаю за судьбу этих предпринимателей. Кто им возместит этот ущерб? И 10 человек сегодня только поддержало этот вопрос. Ведь мы могли просто сегодня отменить, внести его, сегодня же рассматривался план внесения регуляторных актов на 2017 год. Надо было внести его поправкой в 1.3, что в принципе тоже предлагалось. Нет проблем. Отложите, отстройте еще. К сожалению, время эфира заканчивается. В любом случае, понимаешь, что несмотря на окончание этого года, декабрь обещает быть все равно горячим и в коррупционной борьбе, и в работе депутатов. К сожалению, не всех. Это тоже правда. Насколько одесситам интересно то, что происходит на сессиях городского совета, итоги интерактивного голосования? Равнодушных не оказалось. 0% говорят, что им неинтересно. 52% утверждают, что им интересны обсуждения на сессиях городского совета. Соответственно, 48% говорят, или по-одесски отвечают вопросом на вопрос, а там что-то обсуждают. И я понимаю тех, кто вошел в количество 48%. Темы еще будут. Обязательно встречаемся еще в этом году в этой студии. Спасибо вам. И до встречи. Мы увидимся через несколько минут в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин